Дорогие друзья, когда наступает зима, знаете, всегда хочется сидеть у камина возле костра. Костер всегда завораживает, тепло, которое идет от него, настраивает тебя на размышления. Уже несколько вечеров и с утра зажигая камин и размышляя о том, что Бог сделал для нас. И я понимаю, что в своей любви, страстной любви от человека, желании восстановления отношений с ним, Бог послал своего сына в этот мир. Его рождение было и особенным, и обыкновенным. Обыкновенным, как все мы, он родился. Его мама также рожала с болью, может быть, с криками, потугами. Когда он родился, он был особенным, хотя не отличался от других детей. У него не было никаких особенных татуировок или знаков о том, что он был царем. Но его матери было возвещено заранее, что он спасет весь Израиль. Царь Мессия родился. И это самое главное. Главное для меня лично, может быть, для вас не главное, но для меня родилась надежда. Когда я думаю об этом, меня сейчас затрагивает эта история, его рождение, как он родился и для чего. Конечно же, мы знаем всю историю, потому что мы читаем Евангелие. Мы знаем, что он родился в этот мир, чтобы умереть. Он также знал об этом. Ему пришло откровение. Он знает, для чего он родился. Но могла ли знать его мама? Через какие страдания придется ей пройти, видя его возрастающим. Но самое интересное, что эта история — рождение моей надежды. Может быть, Будда когда-то родился. Может быть, Мухаммед родился тоже. Может, другие какие-то великие люди родились, которые повлияли на историю мира. Но этот младенец родился в Ифлиеме. В доме хлеба. Бетлехем. Он стал хлебом для многих. Стал моим хлебом. Он стал мессией, на котором можно положиться. И когда я вспоминаю о Нем, все то, что Он сделал для меня, какое-то личное чувство принадлежности к Нему поднимается внутри меня. И я благодарен этому Богу за то, что Он сжалился надо мной. За то, что Он простил свою руку благодать и милости и сделал этот путь. Дерах. Путь, который изменил мою жизнь. И я смотрю на это рождение с большой привилегией. И говорю, Боже, спасибо. Спасибо за то, что Он родился. Спасибо Богу за то, что Рождество на самом деле это не христианский просто праздник. Это еврейский праздник. Мессию ждали. Поколениями ждали. И многие ждут сейчас. Но я твердо убежден, что две тысячи лет назад, может, так же в зимнее время, но для Израиля это, может быть, сильно тепло, родился мессия в Ифлиеме. Мы принесли дары, подарки. Ему воспевали хвалу, ангелы. Люди пришли увидеть спасение. Мы переживаем это спасение через принятие Ишуа к личному Спасителю. И я также предлагаю вам это сделать. Возьмите рождественскую историю. Найдите ее. И в это время многие общины, церкви, города, стран раздают рождественские трактаты, вспоминая о рождении мессии. Посмотрите на эту картинку, может быть, у кого какая. На детских библиях она делается таким образом. Может быть, там Мария и Мирием выглядят очень католически одеты. Но это не важно, это не суть самой гравюры или картинки. Суть того, что это запечатлено разным способом. Словесным, портретным или же какой-то гравюрой словесной, стихотворной, песенной. Вспомните, что Мессия родился ради вас. И если у кого-то есть камин, как у меня, сядьте возле него, зажив этот огонь. Подумайте. Подумайте о том, как Бог вас любит. Субтитры создавал DimaTorzok